так друзья мои всем приветики что сегодня будем делать как вы понимаете по локации будем сегодня заниматься комната романа давненько я не наводила здесь генеральную уборочку поэтому затронем все шкафы диваны шкафы столы в общем все как обычно принесла коробку какие-то плиты сейчас его уберу пакет буду использовать под мусор все что на выброс уйдет в пакет все что я сомневаюсь готов ли роман пожертвовать брату и сестре уйдет в коробку потому что у нас здесь уже грузуются вот такие вот завалы замечательные поэтому поехали сегодня будем убираться ну и как вы понимаете начиная в первую очередь с того что убираю постельное белье постельное белье в этот раз не меняла потому что была замена совершенно недавно буквально за два дня до уборки я сразу прошу прощения за свой шикарный гнусавый голосок но детки поделились простудой я никак не могу из нее вылезти видео отсняла поработала думаю ну чему добро пропадать поделиться надо с вами мотивации вот про полностью прохожусь пылесосом по дивану вот в этих вот швах очень много всегда крошек всегда какого-то мусора все это скапливается и летом буду наверное вызывать химчистку или еще что-то нужно прочистить будет этот диван он уже конечно у нас в ну он второй год но вот видите да как вас эксплуатирует сын диван поэтому надо будет все здесь сделать под подбить подчинить и дальше будет пользоваться последний раз я такую генеральную уборку проводила в декабре до в декабре что подразумеваю под слово генеральная уборка для меня генеральная уборка это разбор шкафов вещей мелочи всякой канцелярии и так далее вот для меня это генеральная уборка вообще понимание генеральная уборка просто уборка вообще даже понимание чистоты она у всех разное да и когда например говорят что зачем записывать или там зачем вы планируете эту уборку неужели вы не знаете что вам нужно я всегда говорю о том что у меня просто миллион мыслей в голове которые нужно сделать и если туда еще поместить ячейку с тем что мне надо прибрать дома да вот то как бы моя голова взорвется поэтому я себе прописала на неделю два-три крупных дела и расписываю просто что я должна сделать и для того что я не знаю что мне нужно у романа разобрать по шкафы а для того чтобы освободить вот эту ячейку в голове про уборку да для других каких-то более важных дел и задать чтобы не забыть так вот по поводу чистоты и уборки так я так плавно планирование ушла смотрите вот например для меня чисто да это когда все вещи по местам да допустим и там нету пыли пропылесосина там промыт пол вот для меня это чисто для кого-то это грязно для кого-то чисто это когда я не знаю там сверкает пол и так далее и тому подобное кто-то может спокойно оставить грязную посуду и она будет стоять и для него это нормально кто-то спать не ляжет если даже будет ложечка лежать в раковине раковина не почищена поэтому у каждого свое и когда я говорю что я буду делать уборку я подразумеваю что я делаю там поверхностного какой-то да вот я убираю разбираю какие-то поверхности убираю игрушки быстро прохожусь по горизонтальной поверхности тряпочкой протерла пол все вот я убралась вот про генеральную уборку да я сказала что я имею ввиду а так почему в декабре ну вот получается что раз в два месяца да я разобралась и я убрала шкафы это как раз был рома в санатории мы как раз таки вместе с вами и наводили да и уют и порядок и делали уборку в ромкиной комнате вот естественно поддерживающая какая-то уборка она никуда не делась она была но в шкафах я ничего не разбирала да и поддерживающую уборку как правило рома делает самостоятельно я уже вот сюда вот зашла и разобрала все что нужно атаку даст роман сам прибирает у себя в комнате он протирает пыль если возникает вопрос он спрашивает меня что там как вот и я уже ему там советую рекомендую и так далее вот поэтому я плавно перешла уже к разбору вот этих всех вещей вообще откуда пошло вот это вот резкое насыщение накопление мы сейчас активно закупаем ему все необходимое для туризма потому что наша любимая школа придумывает нам новые задачи поэтому мы закупаем закупаем какие-то лежанки нужно еще закупить ему будет и спальный мешок и так далее и тому подобное естественно как бы ну вы знаете когда ты планируешь мебель в комнате ты не задумываешься о том что тебе ребенку нужно будет купить туристическое снаряжение поэтому места просто в его комнате не было я решила что ну вот пока так полежали они тут уже два раза тоже ходили в поход и думаю ладно я потом уберу вот время пришло пришла убирать оказалось в принципе не так много то что тут и лишнего единственное что я убрала у него в прошлом году ему на 23 февраля дарила картину делать вот это вот по номерам да стразами он просил вот он машину сделал а я ему подарила большую собаку он не стал делать я ее убрала и думаю ладно я как-нибудь на досуге сама ее сделаю и к ребятам туда поставлю в рамочку почему бы и нет очень много тут у него для фокусов карты игральны конструктор железный какой-то вот и я вот это вот конструктор отдала стёпе картину забрала себе все разместила пересчитала игральные карты все что не хватает естественно прошло пошла на выброс ну и так как тут был новый год дни рождения накопились коробки от техники на которую мы дарили дома часы и от телефона у него лежала я это все тоже разобрала плавно перехожу к его шкафу вообще я честно скажу я не ругаюсь не ругаюсь за бардак на столе не ругаясь за бардак в шкафах вот в понимании моего ребенка рома бери пожалуйста свои вещи на место это означает запихай как они есть в шкаф ну это так транслируется у рома просто вот я то другое прошу совершенно ну не суть я не ругаюсь почему потому что вы знаете я сама такая же была вот я сама была точно таким же подростком у меня была вечно куча всяких бумажек каких-то тетрадок вечно в эти вещи в подополках были как как удобно такие положила и достала и в принципе я не понимала что на меня родители ругаются ну я же ну мне комфортно да и как бы ну если я такой же была зачем я буду ругать ребенка потому я просто прошу его прибрать либо но мы вместе с ним садимся когда вот что-то генеральное и он занят я вот сама сделала поэтому все разобрала убрала здесь еще еще у него было теплое одеяло пользовались я вообще хотела эти теплое одеяло убрать а почему потому что я заказала новые но потом подумала что нет что я не буду убирать знаете с какой целью оставила что сейчас будут отключать отопление когда вот отключают отопление вот это в межсезонье становится холодно и он спит под двумя одеялами ну чтобы они замерзнут я ему оставила это персонально его одеяло естественно все вещи разобрала убрала лишние носки вот с этими носками сейчас слушайте расскажу вам историю постоянно я их путаю потому что рома уже но мы ему берем взрослые до носочки и они с папой постоянно друг у друга брали потому что я складывала когда разбирала например сушилку для белья и путала папе ну мужа носки окложила роми а роми на как бы естественным мужем и они так подумали-подумали решили что сказали мне что давай у нас вот у папы будет ну ромская у папы будет ящик с носками ты туда все скидывая я буду у папы брать и тут я тут посмотрела что у ромы теплые носки остались я их тоже убрала и отнесла в их ящик где это все хранится я тогда смеялась еще говорю что скоро подрастет степа вам вообще надо будет такой бак знаете ставить чистых носков ну в общем вот так мужики вышли из положения в принципе неплохой вариант протрясла плед тоже всегда говорят про плед у меня да в комментариях что пестрый что не подходит я согласна с вами абсолютно что да эти пледы не подходят но они не несут пока на данный момент какую-то декоративную функцию они отрабатывают функцию спасите диван от детей поэтому пока вот то что было да мы постелили дабы зайти проще там тысячи за две поменять плед нежели за 25 тысяч диван вот и то вот у рома не не был прикрыт там сколько-то две недели по моим пледом диван когда купили и вот слайм какие-то там то есть въелась и не могу ничем оттереть то есть зачем а конечно по мере возможности я меняю но вот у ромы он очень неудобно вот это вот это даже не плед это покрывало оно тяжелое его невозможно просто постирать в общем я его стираю в машинке но я его достаю даже его развесить не могу она безумно тяжелая и мы вообще его всегда используем летом когда ездим на природу но я надеюсь что в ближайшее время я поменяю у нас комнате плед и этот плед пока наш пойдет кроме и потом уже постепенно постепенно я весь текстиль в комнатах поменяю и будет конечно по-другому смотреться ну и пока болтала с вами перешла уже кроме за стол все протерла разбираю смотрю какие-то черновики работы вообще я уже говорила в каком-то из видеороликов что я не выбрасываю никакие работы до конца года для чего для того что во первых возможно эта работа может пригодиться в дальнейшем да и чтобы не мучиться можно достать посмотреть во вторых это может быть какая-то контрольная работа это может быть самостоятельная работа и когда нужно будет проработать и подготовиться другому да уже какой-то контрольной работе то можно взять посмотреть что было прорешать выявить ошибки но вообще у нас была такая ситуация в первой четверти по биологии не писали доклад и так получилось что рома не успел ответить и я когда разбирала у меня была такая дилемма что либо выбросить уже этот доклад думаю ну как бы в принципе зачем он уже все прошло там и так далее то думаю нет я пожалуй оставлю на всякий случай вдруг что-то понадобится да так оно и получилось во второй четверти учительница написала что принести тем кто не сдавал доклад и ответить вот думаю весело броме было если бы я бы выбросила вот поэтому я не выбрасываю все складываю в папку на пробковую доску также повесила правила которые не актуальны почему это делаю я делает не он знаете вот но не все у нас вот так кому-то это и не нужно кто-то вот кому-то проще открыл посмотрел но я вот повесила мне кажется что это будет удобнее когда у тебя основные правила перед глазами и ты запоминаешь просто у рома эти правила лежат на столе они висят на пробковой доске поэтому вот так получилось у нас еще у него с нового года оставались оставалась гирлянда на окне и к сожалению камеру поставила неправильно но вот так вот получилось я решила снять потому что скоро весна нужно будет помыть окна шторы посвежить и проще вот шторы снять и постирать и повесить чем вот с этой гирлянды поэтому я ее убираю единственное показатель что задумалась все-таки купить ему вот эти вот боковые портьеры мне кажется что будет в разы симпатичнее смотреться и окно все-таки у окна будет завершенный вид скажем так и вот у комнаты даже интерьер и будет лучше ну не знаю подумаю еще посмотрю какие варианты можно будет приобрести так как в нашей комнате у нас сломался телевизор и пришлось его утилизировать мы временно взяли у романа его телевизор ну и чтобы ребята играли приставку тоже перенесли туда в большую комнату где собирается собирается вся семья и кромке пришлось отнести все цветы поэтому у романа у нас получилась такая знаете некая оранжерея цветов но вот у него кстати в комнате цветы растут в разы лучше чем где-либо в квартире я не знаю почему но вот так рассеянный свет возможно ну я не скажу что у рома прям жарко в комнате возможно климат такой да в комнате удачный и у него прям прекрасно цветы растут и я всегда если у меня цветок заболевает или начинает чахнуть я к нему на окно ставлю и он расцветает вот интересно очень поэтому максимальное количество цветов стоит у романа и и и Субтитры сделал DimaTorzok Приступаю вот к этой нижней консоли, все протираю и думаю, что знаете, вот сейчас смотрю и надеюсь, что все-таки получится к концу года у меня приобрести Роме комод под мебель, чтобы все было в одном стиле и очень хочется, знаете, вот прям не хватает ковров, но не таких вот огромных, а прикроватных ковриков, Ну, во-первых, пока собака еще приучается на улицу, в никаких коврах речи не может идти, ну и второй момент, да, такой, что Роме аллергия на натуральные ткани, вот на шерсть у нас лежали ковры, когда был паркет до ремонта, вот, и он, ну, была аллергия, поэтому нужно посмотреть, что это, ну, синтетическое, да, и вообще есть ли смысл, скажем так, Поэтому, не знаю, буду думать и решать хочется, мне все равно уюта вот этого, да, комфорта, чтобы было красиво, удобно, уютно, чтобы дом был вот дом, да, дом моя крепость Сейчас приступаю к самому интересному месту в его комнате, это не стол футбольный вообще ни разу даже А меня очень сильно интересует пространство за диваном, почему? Потому что Макс у нас почему-то решил, что Рома хозяин, он спит с Ромой, то есть в комнате У него вот либо под футбольным этим столом, либо под его рабочим столом, а все, что он у нас пакостит там или что-то он забирает, он почему-то это прячет все за его диван Поэтому я много всего нашла за диваном, вот, и нужно было обязательно там все промыть, все пропылесосить, все прочистить И пришлось отодвигать, ну, вроде отодвинула, нормально, все прибрала, потому что до этого я, конечно, не могла этот диван сдвинуть с места Но сейчас вроде бы неплохо все получилось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, полы помыла, взглянула на окна по другим ракурсам и увидела, что опять чьи-то маленькие пальчики Ставили свои отпечатки на окне, в общем, пришлось протирать окно Ой, что эти маленькие пальчики, где они только не оставляют следов Поэтому мою полы, я обычно всегда это делаю за кадром, но раз у меня сегодня получилась такая уборка с выдвижением мебель, то мою вместе с вами Видите, в этот раз не стала без вас мыть У меня швабра, получается, с ведром я покупала на Simuland Мне так очень удобно с ней мыть Снимай! Что ты хочешь сказать? Передать привет! Поняски! Поняски! Я купила совершенно недавно вот эту швабру с отжимом Очень мне ее рекомендовали У меня была куча разных всяких швабр Но, действительно, мне вот такая вот подошла больше Ну, не переживайте, я ручками тоже мою Подумайте, что я только швабра Нет, я на постоянной основе, да, использую швабру с вибром, с ведром Вот, а когда я делаю уже так вот, мне нужно все углы, то есть промыть Я, конечно, руками промываю И когда я мою в ведре, я наливаю туда кипяток Я увидела такой вот лайфхак у, по-моему, японских блогеров Если мне не изменяет память Либо у китайцев, ну, не знаю, в общем, у восточных стран Я увидела, что они моют кипятком, добавляют средства Я попробовала, мне понравилось, действительно, лучше гораздо И отлично справляется, тем более, тут руками я ничего не тронгаю И замечательно Мою я, как правило, средство, которое я покупала тоже на Симоленде Для владельцев собак и кошек Такое, как оно, дезинфицирующее средство Поэтому я туда добавляю, это устраняет запах животных Да, несмотря на то, что я очень люблю животных Я очень не люблю, когда заходишь в дом и пахнет животными Вот не люблю Поэтому я максимально стараюсь держать все в чистоте, в порядке Чтобы не было никаких запахов Я считаю, что это вполне реально и вполне возможно сделать Если ухаживать за животным И, конечно, как бы устранять сразу все какие-то вот ЧП, если вдруг что-то происходит И обязательно еще сразу контролирую Чтобы шерсти не было Ну, в общем, максимально стараюсь содержать дом в чистоте Но и при этом любить животное Ой, девчата Когда чисто, ничего лишнего Аж дышится хорошо Согласитесь со мной, да? Я закончила все Единственное, что не помыла люстру Потому что я не достаю Муж придет вечером, я сползну Но я недавно мыла, правда И вот здесь у меня крючочек отпал Ну, ничего страшного Вот уже придет супруг Я не достаю там Думаю, он мне все достанет И я наведу уже такой 100% Сейчас пока 99, 99 Будет 100% Все лишнее убрала Маркеры Ромы проверят Цветы у нас уйдут Пока телевизор у нас у Романа в нашей комнате стоит его Ничего не переносили Только приставку туда Все, все чисто Хорошо запускаем Свежий воздух Вообще у нас так смотришь Солнышко кажется Уже, знаете, вот-вот весна Но такое ведрище Мало, дорогая Плед тоже Все протрясла Все вытрясла В общем Ксюшочек молодец Поэтому Сейчас пойду дальше Поменяю Воду в ведре Сполосную трапку И всю квартиру дальше помоем Все Спасибо большое за просмотр Что разделили эту мотивацию на уборку вместе со мной Желаю всем здоровья Самое главное, да, по традиции Хорошего настроения Увидимся с вами совсем скоро Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Спасибо Спасибо